Всем привет, народ! Сегодня хочу сделать несколько тестов с водяными насосами. Один насос у нас с сайта Алиэкспресс. Второй насос это у нас типа оригинальный насос. Купил я его на сайте ebay.de. То есть это типа оригинальный насос, который ставят в оригинальные автодома. Вот так, будем так это называть. То есть это оригинальный, это с сайта Алиэкспресс. Предлагаю сделать несколько тестов. Сначала мы послушаем, как они работают. И потом попробуем замерить давление, которое они нам выдают. Сейчас я включил китайский насос с сайта Алиэкспресс. А вот лейка это тоже с сайта Алиэкспресс. Тоже покупалась на Алиэкспресс. Вот видите, вот такое давление. Я думаю, что при помощи такого давления можно легко помыться. И у вас с этим не будет никаких проблем. Вот так работает значит насос. Давай теперь я перекрою воду, чтобы она не шла. И посмотрим, с какое давление сможет набрать данный насос. Шток я выкрутил на максимум, чтобы максимальное давление поиметь с этого насоса. Ну, и посмотреть. А шток я выкрутил на... Так, давайте теперь попробуем его закручивать и будем смотреть, будет что-то изменяться или нет. Просто я сейчас не помню. Так, да, чем больше мы закручиваем, тем больше давление он качает. Сейчас на максимум закручу и посмотрим, сколько максимально он сможет. Всё, полностью закрутил. Больше не закручивается. Ну, почти 3 бара накачал китайский насос сайт Алиэкспресс. Вот мы можем видеть... Сейчас я не поверну. Вот почти вот... Там полчерточки не хватило, до 3, да, вот чтобы было. Вот, то есть, в принципе, такого давления, я думаю, вполне хватит, чтобы сделать какую-то систему водяную, да, в наших автодомах самодельных. Вот, и давайте теперь попробуем стравить данное давление. Заметно, да, больше струя стало. Ну, потому что я использую гидроаккумулятор. И, соответственно, в гидроаккумуляторе накапливается какой-то объём воды, и поэтому давление повышается. Для тех... Сейчас ещё раз давайте посмотрим, сколько повторно накачает наш насос. Сейчас я перекрыл лейку, но насос накачивает гидроаккумулятор. Давление. Гидроаккумуляторы... Многие автолюбители ставят гидроаккумуляторы, потому что, во-первых, не сразу срабатывает насос, когда мы начинаем тонкой стройкой там мыть руки или умываться. А во-вторых, гидроаккумулятор, он сглаживает рывки от насоса, то есть он давление выравнивает более-менее ровно. Но вот опять, да, не хватило нам буквально там одно деление, чуть-чуть меньше накачало, то есть не хватает, да. То есть получается у нас он накачал где-то 1,8, там, может 1,2,8 или 2,7, там где-то накачал вот так. То есть до троечки не хватило одного деления, чтобы было 3 бара, да. Для тех, кто будет использовать в своих самодельных автодомах гидроаккумуляторы, хочу немножко рассказать, как его настраивать. Вот в гидроаккумуляторе есть вот такой вот здесь вот сосок, ниппель, да, вот как у обычного, ну, велосипедного или мопедного, или автомобильного золотника на подоме. Да, здесь есть кнопочка, сюда также можно подсоединить насос или компрессор и накачать давление. Давление в гидроаккумуляторе рассчитывается следующим образом. Для начала нам нужно настроить наш насос, например, мы хотим сделать, чтобы у нас давление было 1 бар, да. Мы выставляем насос на 1 бар, и вот эту единичку, да, вот 1 бар мы умножаем на 0,9 и получаем 0,9. Значит, здесь мы ставим единичку, а здесь мы качаем 0,9. То давление, с которым у вас запускается насос, да, после того, как вы стравили воду, надо умножать на 0,9 и получите то давление, которое вам надо накачать в гидроаккумулятор. Я надеюсь, что с гидроаккумулятором всем всё понятно, ну, и вот с этим вот товарищем тоже, да, всё понятно. Вот так работает данный товарищ через гидроаккумулятор. То есть он работает не очень сильно, но его очень здорово слышно. Он, если вот тишина, если вы отдыхаете где-то на природе, у вас кто-то спит в машине, вот этот звук, который сейчас, в принципе, он не сильный, да, но он очень громко звучит, когда, особенно если насос прикручен куда-то на обшивку вашего автодома, то есть на фонаре, на какую-то панель, если он прикручен, то этот звук прям передаётся по всему корпусу. То есть здорово его слышно. То есть вы открываете кран, и такое сразу начинается. Давайте ещё раз я открываю. Вот если потихонечку открыть, вот видите, вода бежит, а насос не работает. Это потому что давление, которое сейчас у нас есть в гидроаккумуляторе, да, его хватает для того, чтобы бежала водичка, но ещё слишком мало, да, для того, чтобы запустился насос. Вот, всё. То есть таким образом вы открываете кран у себя в автодоме, да, и какое-то время вы даже можете помыть, там, успеть, может быть, умыться или помыть руки, и у вас насос даже как бы не включится. Вот для этого и нужен гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор, этот гидроаккумулятор очень маленький, он больше для выравнивания струи, как бы, но есть гидроаккумуляторы на 8 литров, там, на 10, на 15, на 20, то есть если поставить, например, там, плоский на 10 литров, да, есть такие совсем плоские, круглые, вот, я думаю, что вы даже сможете и помыться, и умыться, и у вас насос не включится. Надеюсь, с этим насосом всё понятно, как он работает, сколько он качает, в принципе, в принципе, если такой насос поставить в самодельный автодом, можно спокойно и мыться, и умываться, и, вон, смотрите, струя 3 метра, то есть можно помыть всё, что угодно, даже, я думаю, что даже можно машину помыть при помощи данного насоса. Ладно, давайте сейчас быстренько разберу систему, подключу второй насос и проверим второй насос, который стоит в три раза дороже, чем вот этот китайский. Ну что, я подключил насос, здесь вход у нас, здесь у нас выход, вход у нас тут, где фильтр, да, здесь есть также подстроечный такой болтик, да, при помощи которого можно регулировать давление, но он регулируется настолько мало, что я даже не могу понять, вообще регулируется он или нет. Давайте подключим, посмотрим, как он прокачает систему и как он будет работать. Давайте сейчас послушаем. Вы слышите сейчас? Это работает насос. Сейчас он прокачается. Вот видите, вот всё, прокачался, струя идёт ровная, насоса мы вообще не слышим. Давление примерно полбара во время работы. То есть он примерно на 2 метра распыляет воду, наша лейка. И вот с таким вот звуком работает насос. Он просто мурлыкает по сравнению с тем китайским. Давайте я сейчас перекрою лейку и посмотрим, какое давление он сможет нам набрать. Всё, я перекрыл лейку. Сейчас насос накачивает гидроаккумулятор. Всё. И наш насос накачал полторы атмосферы. Давайте я сейчас попробую порегулировать. Может быть что-то изменится. Сейчас сначала на всю попробую закрутить. Вот на всю закрутил. Стравлю давление, пока он снова не заработает. Но больше чем полторы атмосферы он нам так и не накачал. Давайте теперь попробую открутить на максимум. Может здесь в обратную сторону. Всё, это наверное максимально. Давайте снова включу лейку. Всё, пока... То есть здесь регулируется не давление вот этим вот болтиком, а включение насоса. Чем больше выкручен этот болтик, тем он позже срабатывает. То есть получается, что здесь мы регулируем давление, регулируется на китайском насосе, а здесь мы регулируем просто включение. Но давление не меняется практически. Вот давайте сейчас посмотрим. Стравлю я воду. Так, видели, да? Давление упало до нуля, и только после этого включился насос. То есть просто вот он ждёт, пока давление упадёт. Да, нет. Всё-таки регулируется. Вот примерно где-то на... Не знаю это... На одну десятую, наверное. Сейчас давайте попробуем закрутить снова на всю, чтобы понять разницу. Я говорю, что я вот... Я, например, на слух или вот на ощущение я не заметил, чтобы была какая-то разница. Так, вот видите, я закрутил, и он опять какое-то время начал работать. И вот мы видим, что стрелка вот на одно деление поднялась. Между нулём и одним баром у нас раз, два, три. То есть получается раз, два, три, четыре деления. Да, у нас получается. И вот на одно деление, на одно деление, мы можем поднять давление, крутя вот этот, закручивая этот болтик. То есть всего лишь на одно деление. И получается так, что у нас ровно полтора атмосферы как бы давит данный насос. Здесь у нас ничего не написано. Написано 7 литров в минуту и 20 ПСИ. А 20 ПСИ у нас... Ну да, смотрите, вот у меня... Блин, включил. Вот здесь у меня на этом манометре, на этом приборе у меня только в барах, а вот есть ещё маленький, да, и мы видим, что 20 ПСИ это и есть примерно полторы атмосферы. То есть заявленное давление производителем он как бы накачивает. Но получается, что он... Давление у него в два раза ниже, чем у китайского. То есть вот это надо учитывать. То есть данный насос может накачать вам систему только на полтора бара. Давайте посмотрим, какая струя у нас. Вот такая струя. Тоже где-то метра два, два с половиной. И вот сейчас вот включился насос, и его практически не слышно. И когда вот у нас насос работает, у нас давление примерно половинка, полбара. Ну что, я снова залил в мой резервуар воды. Вот сейчас он насос снова накачал, но он накачал, смотрите, почти что два бара. То есть не хватает одного деления, да, двух бар. То есть временами этот насос тоже как показывает какие-то вот супер свои способности. То есть может быть здесь у меня шланг длинный, может быть какие-то еще нюансы, нюансы я не учел, но вот можем видеть, да, что заявленный свои 20 PSI, да, вот этот насос накачивает. Мыться можно спокойно, таким насосом, таким давлением. То есть как бы без проблем. Вот газовая колонка, если кто волнуется, вот многие спрашивают про газовую колонку, такой насос газовую колонку потянет тоже. То есть колонка включается там от 0,25 бар. Вот так что этот насос с колонкой как бы, ну, справится, я думаю, на раз, два, три. Давайте теперь с вами подведем итог. Китайский насос дешевле во много раз, чем этот. и во много раз он шум не работает. Качает он от одного до почти до трех бар. И в принципе с ним можно жить. Данный насос стоит 70 евро, и он во много раз дороже. Прорвало. хомут не поставил этот насос у нас стоит 70 евро качает он полтора бара так этот насос у нас намного дороже чем китайский стоит он 70 евро качает он полтора бара также здесь есть регулировочный винт при помощи которую можно отрегулировать давление данного насоса примерно от 1 25 до 1 с половиной или 1 80 75 больше он не накачивает то есть там 2 2 атмосферы он уже не качает и у этого насоса очень-очень тихий ход то есть вот так то есть этот насос дешевый громкий а этот насос дорогой и тихий с каким насосом вам жить выбирать самим то есть принципе оба оба насоса работают нормально и с этим и с этим насосом как бы можно жить с этим насосом я отъездил весь прошлый сезон единственное что мне нравилось что он очень шумно работает все остальное меня полностью устраивало а в этом году я поставлю вот этот фирменный насос который тихий и который качает от полтора полторы полтора бара я думаю что кто до сих пор не купил себе насос теперь более менее представляет да как работает насос китайский как работает насос фирменный то есть принципе работает и тот и тот как бы жить можно с обеими вот так если кому было видео полезно ставим пальчики вверх а если кто еще не подписан подписывайся на канал чтобы не пропустить следующие видео еще более интересные чем это и до новых встреч пока пока увидимся на канале следующих видео всем пока